Всем привет! Я снова после бессонной ночи, но зато я нахожусь в солнечной Майорке. Я прилетела сюда на несколько дней с брендом La Roche-Posay. Вы знаете, что я пользуюсь этим уходом уже больше пяти лет. Здесь нам будут рассказывать о новинках, о защите от солнца. Очень актуальная тема. И, конечно же, я поснимаю для вас влог для души, поделюсь впечатлениями о новой стране, о новом для меня городе. Кстати, после этого путешествия я лечу в Украину на свадьбу у брата. Я вчера так собирала чемодан, главное, что я взяла наряд на его роспись. А дальше просто по каким-то своим фотографиям в инстаграме все комплектами забрасывала. Все взяла из последнего видео о покупках одежды. Вроде как все должно неплохо миксоваться между собой. Погода в Польше и здесь отличается. Будем посмотреть, и я надеюсь, что вам сегодня со мной во влоге будет очень интересно. Оставайтесь. Я уже немного разместилась и по небольшой традиции показываю вам вид. Проплывают парусники, лодки, какая-то ленивая атмосфера, наверное, потому что я туристка. И, кстати, здесь теплее, чем я ожидала. Я, конечно, посмотрела прогноз погоды, но я не думала, что будет настолько тепло по-летнему. Подарочек от меня для меня. Очень люблю дьюти-фри именно в Германии. Там действительно выгодные цены. Хотела приобрести себе круглые очки, и я нашла свою модель. Вот такие прозрачные, коричневые, как я хотела, в элегантной оправе. Мне кажется, что такая модель долго будет актуальной. У нас тут воссоединение произошло. Спелились вот так и уже на протяжении всей дискурсии идем. Сплетенные. Вот так они в этом месте. В прошлом влоге такое впечатление, что мы вообще не общались, только поздоровались. На самом деле, все время мы вдвоем. Нет, ну с другими тоже общаемся? Это так, не можем наговориться. Ну просто мы-то уже в который раз вместе к поездке уже как-то, не знаю, действительно очень... На протяжении длительного периода мы уже более тесно общаемся, как я сказала. Да, да. Когда кто-то свой из поездки, то держишься мертвой хваткой. На Найорке очень много церквей, базилик, и в этой церкви крестили евреев. Здесь можно так быстро потеряться в создании крайней. Напоминаю друг друга, наша дружная группа. А мы продолжаем экскурсию. Вот интересный факт. Очень много застекленных балконов. Меня это на самом деле удивляет. Хотя стиль, наверное, итальянский. Только посмотрите, как красиво. Мы находимся у Мэрии, и вот меня поразила природа. Здесь очень много таких деревьев, каких-то растений. Я даже не знаю, ну вы в курсе, что я не ориентируюсь в названиях. И вот мандарины, которые здесь растут, они несъедобные. Звуки города. И вот здесь уже больше разнообразия. Ну, прямо как в Италии. Немного местного колорита. Веньки. И незаметные. Очень много граффити, и местные власти уже не знают, как с этим бороться. Я очень люблю даже сама гулять по городу, наблюдать за туристами, за местными жителями, за работниками. Утром, знаете, когда город оживает, все идут на работу. Это так жило, так по-настоящему. Пожилые люди сидят парами. Кто-то просто прогуливается. Мы на одной из самых популярных улиц Майорки. И вот здесь уже прямо атмосфера отдыха, отпуска. Здесь хочется остаться. Я бы очень хотела приехать сюда с мужем и погостить хотя бы несколько дней. Я здесь буду несколько дней, но тем не менее. Доброе утро. Я очень люблю краситься у окна. И до меня только сейчас дошло, что вообще-то как бы здесь есть небольшой туалетный столик. Но у меня импровизация. А в номере очень классное зеркало. И я его поставила на чемодане, все разложила, чтобы не пачкалась моя косметика. Кисти уже накрасилась и заказала себе капучино. Решила себя немножко побаловать. И сейчас я буду наряжаться. Мы с Викусей отправляемся на завтрак. Три очень простых шага. Первый шаг – пролелить свои родинки. На самом деле не только свои, но и своих близких, своих друзей. Направить их для того, чтобы они проверили на своей родине. Второе – использовать эффективные солнцезащитные средства. Для того, чтобы обезопасить себя от вредного негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. И третье – это соблюдать определенные правила на солнце. Какие правила? Я расскажу чуть-чуть прохоже. Давайте сначала начнем говорить о солнечных лучах. Вообще, как вы думаете, солнце – это что, больше вред или больше польза? Вред. А польза какая-то есть? Витамин D. Витамин D. А еще что самое первое, что мы чувствуем? Тепло. Тепло. Хорошее настроение. О, хорошее настроение. Это очень мощный антидепрессант. Все знают. Которого у нас не хватает. Витаминовая погода, настроения нет. Только лежать на диване ничего не делают. Сюда приехали, вроде устали, перелет, но все равно вот это вот ощущение солнца, она бодрит и дает энергию. Все правильно, витамин D. Да? Но сейчас я, когда буду рассказывать про солнцезащитные фильтры и средства, мы тогда вернемся к витамину D. Можем ли мы его получить или не можем получить? Ультрафиолетовые лучи, мы сейчас будем говорить об А и Б, они очень коварные. Коварные, потому что они отражаются от многих поверхностей. Все знаете, если были на горнолыжных курортах, там загар ложится мгновенно, и ожоги получаются мгновенно. Почему? Даже в Азии тоже прям бешеные солнца. А там немножко по-другому. Смотрите, здесь я хочу сказать об отраженных лучах. Отражаются 60-80% от снега. Поэтому получается на горнолыжных курортах вы получаете те лучики, которые на вас с неба льются, и еще отражаются от поверхности земли, да, покрытой снегом. От ряда, от песка. Тоже, наверное, знаете, что если вы находитесь в тени, то почему-то вы тоже там загораете. Потому что от песка отражаются лучи и дают вот этот загар. Асфальт, даже асфальт, вода и трава. Фототип зависит от количества меланина, который заложен изначально. Генетически заложен у каждого человека. Первый фототип... Третий, третий. Да, третий, это скорее. Первый фототип – это рыжие волосы. Такая прозрачная, розовая, бледная кожа. Она даже не белая, она такая вот розовая-розовая. Веснушки, светлые глаза. Ну, где? Ирландия, Шотландия, больше, наверное, там люди таких встречаются. Нордический тип. Светлые блондинки. Вот, мне кажется, Маша больше, конечно, второй фототип. Светлые глаза, светлые волосы. Они могут быть как блондинка, так и светлые русы. А ты, волосы свои такие же? Да, тогда второй. Вот, смотрите, пять – это средний уровень, скажем так, опасности. Цвета, все понятно, зеленые, значит, все хорошо, можно практически не... Ну, не практически, а можно не защищаться. Зимается четыре часа ветера. Никакими солнцезащитными средствами. У меня дома три, между прочим. От трех до семи солнцезащитные средства должны быть в зависимости от вашего фототипа. Те, кто первый, второй фототип и там два, три, это должны быть высокие, 50+. Те, кто больше, могут использовать 30+. А если очень высокие, слишком высокие, то есть дома лучше не выходить. Не то, что тут прямые солнечные лучи, а находиться в тени. Да, в принципе, лучше не выкидать помещение. А где такое, может быть, в каких-то... А скажите, пожалуйста, вот все говорят, что нужно наносить определенное количество средства, там, я не знаю, какую-то ложку, ну, сколько на самом деле нужно наносить, особенно под макияж? Хорошие вопросы, потому что все исследования, которые проходят солнцезащитные средства, в них тестируется определенное количество. Количество это очень большое. Два миллиграмма на квадратный сантиметр. Если перерасчитать... Да, это не реально столько намазать на лицо на тени. Да, если перерасчитать, то для однократного нанесения на всю поверхность кожи нужен один тюбик средств. Понятно, что никто так не делает, да, в нормальной жизни это невозможно. Никто не везет в свой чемодан солнцезащитных средств. А действительно существует, что чайная ложка, лицо, две столовые ложки на верхние, да, ручки. Ну, у всех тоже ручки, ножки разные, тело разное. По моим ощущениям, должен быть достаточно плотный слой. То есть вся поверхность кожи должна быть обработана солнцезащитным средством. Никакой участочек кожи не должен быть сухим, ненамазанным средством, ненанесенным средством. Лучше больше, чем меньше. Степень защиты, да. Степень защиты, да. На самом деле, ну, например, 50 плюс. Что это значит? Что можно в 50 раз дольше находиться на солнце, чем без средства? Нет. Это значит, что доза ультрафиолетовых лучей, которая нужна, должна быть, чтобы вызвать ожог или повреждение, должна быть в 50 раз мощнее, чем кожа незащищенная. Да, то есть это не время. То есть если ты наносишь SPF 50, это не значит, что там 50 минут или там 50 часов можешь находиться на солнце. Нет. Это значит, что доза солнечного облучения должна быть в 50 раз мощнее, нежели та доза, которая вызовет первое покраснение без защиты. Хорошо. Есть средства отдельно для лица, есть средства для тела, для детей и после солнца. Для тела разнообразные текстуры. Спрей Вуаль, просто спрей, который можно нанести, молочко, кто-то любит такие средства. Есть средства Ветскин, как раз для тех, кто любит много плавать и для того, чтобы наносить на влажную кожу. В прошлом году, а мы вошли, да? Отталкивает на водичку, капельки воды и наносится хорошо. И два солнцезащитных средства с SPF 30, также разных текстур. Для лица есть вот с синенькой полосочкой, более кремовая текстура для тех, у кого сухой тип кожи. Да, им нужно более плотное, с маслом критые, более питательные текстуры. Должны быть легкие текстуры, ну, например, флюид, сейчас мы о нем поговорим. Зелененькая полосочка – это для тех, у кого, наоборот, жирная кожа, возможно, склонная к жирному блеску, для того, чтобы на солнце, на жаре как раз не вырабатывалось вот кожное сало, не блестело кожи, матирующая текстура. С желтенькой полосочкой сейчас обсудим. Флакон-спрей, о нем уже вчера и сегодня много говорили, да? Средство, которое можно наносить поверх макияжа. На самом деле... Средство называется Angelus Shaco Fluid. Шака – это значит, что нужно взволкнуть, встряхнуть средство для того, чтобы вот эта технология Энтелимера заработала. Тогда вы на коже получите вот всю ту легкость, о которой я сказала. При этом вот эта легкая структура средства, легкая текстура средства не в ущерб высокой защиты от солнечных лучей, как УВА, так и УВБ лучей. То есть, легкость текстуры говорит о том, что оно еще и эффективное за счет вот этих инновационных технологий, которые марка Лерош-Позе вносит, привносит каждый год в свои средства. Angelus Shaco Fluid с тонирующими пигментами. И это средство для жирной, склонной кактной кожи, который называется Angelus Creme Gel. И у нас новинка в Гармин-Полугели устроила специальное средство, охлаждающий гель после загара для лица и тела. Такое солнышко, а на самом деле свежо. То есть, девчонки сидят в пледах. После презентации мы приехали в роскошный отель. Он находится в другой части острова. И мы здесь только покушаем. Мы здесь не остановились. Но вид здесь просто обалденный. Поделюсь с вами, потому что захватывает дух. И, господи, самой души хочется оставить это в своей памяти. Вот там на террасе мы обедаем, а внизу море. Скалы. Я думала, что после Хорватии меня ничто так сильно не впечатлит. Это совершенно другие ощущения, эмоции, нежели во Франции. Но я безумно счастлива оказаться в этой поездке. Приехали местность, которая называется Вальдемосса. Ой, я тут навешала всего на руку и сумку, и держу камеру. И это тоже туристическая местность. Сюда приезжает отдыхать запад. Здесь, как я поняла, нет доступа к морю. Но они просто наслаждаются видами, атмосферой. Много кафе, ресторанов и просто красивых мест, где отдыхает душа. Мы сейчас пойдем прогуляться по деревушке по самой, посмотреть, как живут местные. За мной находится монастырь, по дороге церковь. И, собственно говоря, все. И в этом году мы тоже планируем поездку такую больше именно для душевного отдыха, с бассейном для детей. Ну, я и бассейн — это, скажем так, две параллельные, которые никогда не пересекаются. Для меня вода не столько важна. Я очень люблю именно наполняться тем, что я вижу. Прохладненько. Я не особо утеплилась. На мне куртка. Сумочка, стаут, белые брючки, я натирла ноги. И сегодня в вот этих тапках своих у Вики одолжила заколочку. Очки, часы тоже светленькие. Мы все снимаем на камеру, и на нас обращают внимание. Так интересно. Цветут каштаны. И я почему-то думала, что пальма де майорка, она вся в пальмах. Но нет, оказывается, что здесь в основном сосны. Так мило, горшочки с цветами. Вот опять же возникает вопрос. У них это с детства привито или как? Или это традиции и все? Не знаю, иногда приезжаешь куда-то и думаешь, почему так грязно, почему столько реклам везде? А где-то все так очень атмосферно. Эта машина просто идеально сюда вписывается. Ее можно здесь оставить в качестве какого-то реквизита такого для фотографий. Здесь на каждом углу можно фотографироваться, в принципе. Доброе утро. Я проснулась, приняла душ, нанесла свой уход. И сейчас буду краситься. Нужно нанести защиту от солнца. И вот воспользуюсь этой новинкой, которую нам вчера представляли. Antelios Fluids SPF 50 для лица. Его, кстати, тоже можно наносить под глаза. И он так прикольно называется. Shaka от Shake Shake. Его нужно вот так встряхнуть, потому что здесь есть какие-то инновационные полимеры. И вот во время вот этого всего движения они как бы активизируются и обеспечивают нам легкую, очень такую невесомую текстуру, неощутимую на лице. Он должен не выбеливать. Точнее, он не должен выбеливать лицо. Я же вам говорю, я еще сплю. И равномерно распределяться. При этом он стойкий, то есть не стирается от песка. Я вообще люблю защиту от солнца Antelios. Если вы посмотрите старые видео, не знаю, там полистаете мой инстаграм, то заметите, что я для детей сама покупала. Вообще вчера проверяла, когда я в первый раз что-то сказала о La Roche-Posay 2014 год. Сама для себя открыла эту марку. И это, конечно, классно. Знаете, когда ты что-то искренне любишь, сам покупаешь, а потом проходит какое-то время, ты начинаешь дружить с брендом. И теперь я с ними в Испании. Моему это очень классно. И вы смотрите, у меня немножко еще есть пятна после моей этой аллергии ужасной. Но в целом мне кажется, что все нормально. Как будто я намазалась каким-то очень легким, даже не кремом, а флюидом. Вот, все, я готова. Мне так сложно проснуться в поездке. Ну, то есть я долго раскачиваюсь, а девочки будут ждать меня внизу на завтрак. Так что мне нужно ускоряться. Увидимся с вами чуть позже. Нас привезли на север острова. Мы с Ферментор. Она находится на высоте 30 метров. Привет! Маша тоже с нами в поездке. Вы, скорее всего, с ней знакомы. Очень приятно было с тобой познакомиться. Спасибо, взаимно. Мы с Олей вместе летели. Да, да. Уже какой день сегодня? Третий. Третий, господи. Так быстро время летит. Я вчера вообще говорю, какой сегодня день. Воскресенье. Сегодня понедельник. Да, сегодня уже понедельник. Очень красиво. Чем-то похоже на Хорватию. Можно сказать, куда мы снова с тобой приехали. Да, мы приехали опять на дегустацию питьевин. Можно на производство питьевин. Это просто судьба, мне кажется. Это преследует нас. Мы встречаемся и едем на дегустацию питьевина. Нет, ну все очень культурно. Да. Хоть чуть-чуть. Но мы уже слушали это. Посмотрим. Может, здесь другая техника? Да, кстати. Испанский майоркинский. Проверим. Я хотела спросить, почему вот у всех винных бутылок вот здесь вот такая вот... А это чтобы вот наливать вот так. А, это просто чисто для длёда? Да. Ой, я никогда не знала. Эти бутылки стоят намного дороже, допустим, чем она будет ровная. Да. А, я думала, может быть, это тоже какой-то нюанс. Это должны официально вот так вот наливать в вино. И чем глубже, тем бутылка дороже. Ну да. Доброе утро. Я уже позавтракала. И вчера мы с девчонками немножко посидели. Я легла спать после двух часов ночи. И сейчас какой-то четвёртый день пребывания на Майорке. Я вообще потерялась. Я просто отключилась. Я даже ничего особо не снимала в номере. Но вы никогда и ни за что не угадаете, что будет происходить сейчас. Буквально через полчаса у нас будет прогулка на вертолётах. Я немножко боюсь высоты. То есть во время полёта на самолёте это как-то особо не ощущается. Даже когда там взлетаем и приземляемся, всё окей. Я не паникую. И особо как-то так, ну не знаю, на меня это не производит впечатления. А вот на вертолёте, когда ты понимаешь, что это маленький транспорт. И ты находишься настолько высоко над землёй. Ну, не знаю. Я потом поделюсь с вами впечатлениями. Но это такое приключение, которое, как мне кажется, происходит или один раз в жизни, если ты этим не занимаешься профессионально. И, господи, я настолько благодарна судьбе, что вот знаете, пять лет тому назад, когда я включила свою веб-камеру и начала записывать видео, я никогда бы не подумала, что всемирно известный бренд привезёт меня сюда и будет катать меня на самолёте, будет давать мне новое знание, новые эмоции, новое знакомство, новое впечатление. И вау! Вот так, знаете, когда это всё происходит так быстро-быстро-быстро-быстро, ты даже до конца не осознаёшь, что чёрт побери, всё это с тобой. И, господи, я вот говорю, девчонки, у меня просто мурашки по телу. Честное слово, я очень впечатлительный человек. И вот когда ты на секундочку останавливаешься и так, ущипните меня, ущипните меня, это действительно происходит со мной, или мне это снится, или я это придумала, или это мои мечты. В общем, что, что это такое? Неужели это всё со мной? Немножко волнительно и захватывающе. Даже не волнительно, а больше захватывающе. Это самое подходящее слово к тому, что будет сейчас происходить. Мы уже в вертолёте, Вика со мной будет меня реанимировать, если что. Это наш пилот. Мы ему доверяем, просто нет другого выхода. Ну, мы полетели. Музыка. 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 У меня села батарейка во время полёта, поэтому спустя какое-то время делюсь с вами своими впечатлениями. И у меня есть единственное слово, это, вау, я даже не знаю, с чем это сравнить. Вообще, когда вертолёт отрывается от земли, ну, так как-то, вот знаете, когда падаешь в обморок, наверное, что-то в этом духе. То есть, у тебя прямо уходит из-под ног земля. И потом, когда приземляешься тоже. Так как вертолёт был небольшим, то немножко так потрясывало, но не было какого-то страха, да. Очень интересно, очень здорово, и это запомнится на всю жизнь. И я вот даже спустя там два часа пересматривала видео, которое я снимала в вертолёте, и такая, это было со мной. Это реально было со мной. И спасибо огромное Брэнду за такую программу, потому что это очень здорово, и вряд ли это когда-либо в жизни повторится. Сейчас у нас свободное время, мы пойдём гулять по Майорке, потому что есть места, которые нам не показали специально, намеренно, для того, чтобы мы смогли сами как бы пройтись по улочкам, что-то там посмотреть. И за стеной со мной живёт Карина Негай. Я сейчас отправлюсь к ней в гости. Я вас очень сильно прошу не обсуждать других девочек, у каждого своя аудитория, все мы разные. Но самое классное то, что у нас вот прям вообще, мы настолько отличаемся друг от друга, но все мы можем договориться, нам действительно интересно общаться. И сейчас мы пойдём к Карине. Вчера, кстати, мы сидели, тоже долго общались, в принципе, на протяжении целого дня, и я хотела бы заглянуть в её косметичку. У неё всё так аккуратно разложено по лукам. Но я знаю, что Алина, вот я только не знаю, как правильно ставится ударение Чарова или Чарова, она снимала её одежду, то есть они там всё рассматривали, у неё во влоге сможете посмотреть. А мы пойдём к Карине и посмотрим, что же из косметики она использует, потому что она вот в жизни выглядит так, как на фотографиях, всегда просто обалденно. О стиле я думаю, что не нужно говорить, вот она действительно чувствует это всё, она так быстро собирает луки, и вот мне было интересно, насколько она комментирует то, что носят другие, она никогда не раздаёт непрошенные советы, а это уже заслуживает уважения, и она действительно классно сочетает одежду. Так, пойдём посмотрим. Карина, моя соседка. Привет! Привет, привет! Заходи! Так, знакомьтесь, это Карина, стилист, видеоблогер, инстаграм-блогер, и просто очень энергичная, и такая заводная девушка, которая всегда на высоте. И сейчас я хотела бы попросить Карину показать мне топ-5 любимых средств для макияжа. Ну, пойдёмте с вами сюда на свет, я вам буду показывать. У Карины такой порядок! Да, я это человек-убирашка, человек-убирашка. Так, ну что, я, наверное, покажу аромат, потому что... Да, Карина, так потрясающе пахнет, я хотела у тебя спросить. Да, да? Да, да. У меня реально очень крутой аромат, меня все всегда спрашивают, поэтому, ну, если давать топ-5 рекомендаций, наверное, или, знаешь, там, 5 вещей, без которых я бы не смогла, если бы попала, там, на необитаемый остров. Вот, наверное, аромат обязательно, это Armani Preve, это Rouge Malachite, это их селективная линейка, она на основе розы, поэтому те, кто любит ароматы с розами, то обязательно присоединяйтесь. Да, всё, забирай! Так, следующий продукт, это розочка, розочка, такая женственная, такая, знаешь, даже секси немножко, такая женственная секси. Можно лицо? Конечно, конечно. Наноси. Я люблю розу, да. Ясно, я как-то смотрела эту линейку и ничего не выбрала себе, это тоже много камушков. Ну вот именно вот это, да, мужчина от него с ума сходит, вот у меня просто... На заметочку. На заметочку, реально, если вы ищете такой секси-аромат, знаете ли вы там в Польске второй половинке, мужчины сходят с ума от этого аромата, просто вот, ну, достаточно пройти мимо. Я даже не знаю, что мне покупать? Декоративка, да, у меня тут много продуктов, я ещё покажу. Дальше, мы с тобой разговаривали, да, в этом у нас один продукт, который нас объединяет, это оттение. Я сейчас смотрю, и даже не один. Даже не один, даже не один. Сейчас это, дойдём. Мой следующий продукт, это Анастаси Беврили Хиллз тени, именно не помада, а тени. Для брей. Какой у тебя оттенок? Ну, тенок светлее. Блонт. Блонт, а у меня дарк браун. Дальше, следующий продукт, без которого я не могу жить. Слушай, нас с тобой объединяет. Моно, да. Короче, если у вас есть проблема с жирным веком, я его так называю, когда скатываются тени, то есть у вас и здесь, ну, либо потеет, либо, ну, такой жирный. Кореена всегда идеальная растушевка. Просто если ваши веки вот жирнятся, то нужно нанести прям капельку её. Прямо не переброси там. И 24 часа. Фон лав вообще. Дальше. Следующий продукт, любимчик, это... Я какой уже показываю? Третий? Третий. Четвёртый. Армани корректор под глазом. Тот, кто на ютубе начал говорить об этом корректоре, я вот это, возможно, не смотрела. Реально, я была одной из первых блогеров, кто начал говорить вообще о декоративке Армани. Мне ничего не присылали, я сама покупала, я купила два раза. Это, зараза, дорогая, но она того что. Дорогая, но да. Да, а этот прям классный у него вот этот дозатор, да, то есть кисточка. И он не пересушивает тоже. Он офигенный. Я вот сейчас взяла другой, и, блин, ну, у меня этот закончился какое-то время тому назад. И я ощущаю, у меня прям вообще сухость после перелёта. Там у меня лицо высохшее, какое-то вообще в стрессе. При том, что, знаешь, если у тебя уже сухая кожа, то есть, например, он не подчёркивает шелушинки. То есть он просто вот матирует так хорошо, да, и прикрывает то, что тебе нужно. И скрывает всё, он держится классно. Даже если возрастная кожа, то всё бомба. Так, и что, это пятый уже будет? Раз, два, три, четыре. Пятый, да, последний. Сейчас, что выбрать? Смотри, у тебя помада, мак. Ну, вот, блин. Нет, у меня сегодня тоже помада. Я просто не знаю, что выбрать, но давайте, простите за вид этого блеска. Ну, когда чем-то реально пользуешься, то потом это выглядит так, что, блин, стыдно показать. Этот блеск сейчас у меня на губах. Это блеск от Dior в оттенке 614. Это самый красивый нюдовый оттенок, который я видела. Знаешь, раньше было модно, типа, карандаш, сверху блеск, да, чтобы, ну, типа, губки такие получались нюдовые, прикольные. Вот здесь не нужно ничего. При этом очень удобный аппликатор. Можно пользоваться без кисти, если ты где-то там в ресторане. Она, да, она стойкая, но при этом она не сушит. И знаете, если вы, например, едите там пасту, и у вас смывается помада, в целом я никогда не переживаю, как выглядят мои губы. Потому что она так слезает, знаете, равномерно. Равномерно. Спасибо тебе, Карина, что показала свою косметичку. Я очень люблю всякое. Я оставлю ссылку на инстаграм Карины, на канал Карины тоже. Загадывайте обязательно, вдохновляйтесь. Вот для меня то, что Карина надевает, и я вот смотрю, мне очень нравится на себя. Все сразу я надеть не могу, но она очень вдохновляет на эксперименты. Спасибо. Может, как-то будет еще возможность пообщаться, и я бы хотела послушать твои советы. На самом деле, как бы у меня, я смотрю, да, наблюдаю за тобой, за твоим стилем. Я даже посмотрела видео с луками, которые ты подготовила сюда в поездку, я так понимаю. Ну, потому что я тебя сейчас в них вижу, да, там плюс-минус, ты там, может быть, чуть-чуть меняешь. Было так, что я просто купила что-то, у меня не было времени собирать чемоданы, я такая просто положила. Ну, да, но у тебя все очень гармонично с твоей внешностью. В целом, ты, ну, то есть мне нечего тебе добавить. Вопрос в том, что если ты хочешь какого-то с собой эксперимента, то мы можем его провести, да, на условном будущем. Но вот так, чтобы сказать, что ты там коррекционные техники какие-то нарушаешь. Нет, ты их не нарушаешь, у тебя все гармонично. Если, да, если говорить про там какие-то, про твой типаж внешности и соответствие одежды твоему типажу, абсолютное природное сочетание, которое ты поддерживаешь, да. Но если ты хочешь, типа, эксперимент или там как-то что-то подменить, ты, знаешь, за рамки своей комфортной зоны какой-то. Хотя, вот если сравнить то, как я одевалась раньше и сейчас, это уже, вернее, это уже два шага вперед. Нет, безусловно, это круто. Если бы ты не видела роста, это было бы намного печальнее. Конечно, и мода меняется, и мы меняемся, но просто, понимаешь, мода, она стала более быстрой, то есть, ну, появился фаст-фэшн. И информацию стали давать людям быстрее, то есть, ну, даже СМИ любые, я не беру даже блогеров вообще, а сторонние какие-то, да, другие СМИ. И поэтому мы за этим всем, ну, тоже, да, развиваемся, стремимся. И блогеры, я даже смотрю, как они одевались там, условно, пять лет назад, да, и те же блогеры, как они выросли сейчас с точки зрения стиля. То есть, я это же тоже наблюдаю. И прям очень сильно, и мне кажется, это круто. То есть, те, кто не вырос, у них, ну, и личностного роста не случилось, то есть, его не видно. А те, кто вырос, да, это все, знаете, как многие говорят, ой, мода, типа, я в этом не забочусь. На самом деле, мне кажется, что если у тебя внутреннее развивается, то и внешнее развивается. И одно без другого всегда провал. То есть, нужно и то, и другое развивать безусловно. Где-то тоже начинаешь больше чувствовать себя, созреваешь. Конечно, ты четко понимаешь, что тебе подходит, и что ты любишь, и что ты хочешь транслировать, правильно? В чем тебе комфортно, и как ты хочешь, чтобы тебя тоже воспринимали люди, да? То есть, если бы я ходила вся в розовом, то, наверное, ко мне вы относились, как блондинки, совершенно по-другому, да? Так что мы проведем вообще этот эксперимент. Кстати, у нас классное видео на моем канале, где мы комментируем просто трешовое. Но я такой, я по хай-фэшну, соответственно, сейчас проходил такой ивент, который называется Мэтт Галла, и мы с Олей комментировали наряды, в которых пришли селебрити. И там тоже очень весело. Я думала, что мне нечего будет сказать, но как бы нашли слова. Но это было очень интересно. Это было весело, да. И поэтому обязательно переходите смотреть, потому что мы там с Олей всех комментируем. Ну, просто выражаем свою точку зрения. Это тоже такой опыт интересный. Спасибо тебе огромное. Тебе спасибо большое. Всем спасибо. До встречи. До встречи. Ой, а можно я гляну, как вообще все можно? У меня просто вот это для меня слишком... Блин, ты запачкалась. Мать. Ну ладно. Я тебе могу мицеллярочку дать. Ой, да, пожалуйста. Мы уже и поснимали, и теперь гуляем. И только сейчас я немножко другими глазами спокойно смотрю на Майор. Девчонки. Блин, очень-очень, так знаете, позитивно все. Я немножко переживала. И каждый раз переживаю, когда еду в ресторг. Но мне кажется, что я с каждым найду общий язык. Девочки пошли шопиться в Зару. У меня как-то не шопинговое настроение. Просто понаблюдаю за прохожими, за тем, как живет город. И потом уже идем на ужин, скорее всего. Когда я слышу, как музыканты играют, и музыка прямо очень классно, гармонично вписывается в атмосферу города, мне прямо жалко, что у меня только карточка, что я не могу подойти и отблагодарить. Это очень круто. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»